здравствуйте здравствуйте ну сегодня у нас философские проблемы географии добрались мы до географии но и конечно первый вопрос который всегда возникает это предмет географической науки предмет географического познания и надо сказать что это ведь одна из самых древних наук еще в античности появилась наверное вот студент это и аспирант и географ конечно помнят и работах птолемея под таким названием страбон да 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 вот но надо сказать что до тридцатых годов двадцатого века в общем-то доминировал точка зрения альфреда геттнера относительно предмета географической науки он полагал что география исследует те объекты которые расположены в пространстве в географическом пространстве расположены территориально и вот это и является основным объектом исследований предметом географии ее объекта так вот надо заметить что в тридцать втором году в 1932 году наш соотечественник советский ученые андрей александрович григорьев обратил внимание на то что в общем то не все описывается вот таким подходом например появилась и гидрогеография появилось исследование геоморфологии появились исследования касающиеся климата и поэтому это в общем то не просто объект расположенный на поверхности то есть получается что с географией фактически происходила та же история что и со всеми другими науками которые представление в объекте которых менялся по мере того как развивалась наука да и включал в себя все новые и новые дисциплины и тогда он предложил совершенно в духе тридцатых годов говорить о географической форме движения материи он заговорил о том что собственно исследование касается некоторого комплекса точнее комплекса трех таких больших процессов которые происходят на нашей планете это гидро географические процессы это климатические процессы и геоморфологические процессы при этом он был твердо уверен том что и он был прав конечно что они не просто взаимосвязаны и только взаимовлияя друг на друга они вообще не существует один без другого вот в частности он обращал внимание вот на какой момент допустим вот сфера гидрогеографии лед вода движутся по поверхности земли и если они движутся то они меняют ландшафт они воздействуют на земную кору и поэтому в результате происходит исследование уже в следующей сфере то есть геоморфологии а вот сама и геоморфологии и гидрогеографическая компонент вот они как раз определяют значительной мере те изменения которые происходят в климате вот конденсируется влага проливаются дожди опять же в изменении идут в гидросфере и в общем тут этот процесс происходит совершенно не так вот надо сказать что такой подход очень изменил понимание географии сюда конечно стали включаться в географические науки такие дисциплины как климатология океанология гидрология ну и так далее то есть вот расширился значительно спектр тех наук которые вошли в географическую науку у меня только вопрос да если вы говорите о тридцатых годах его советской же собственно на научной традиции то мне просто интересно вообще ведь если я правильно понимаю это была своего рода попытка дополнить идею энгельса об основных пяти видах движения до которые были канонизированы и это была попытка вот эту схему сделать более полной более более детально более детализированно более подходящей к современной науке оставаясь в рамках марксистского канона да да и вы знаете что интересно что ведь все время происходили вот эти попытки либо изменить и либо дополнить эту схему и торт делили на уровне микро макро уровень помните да но вот здесь появился вот я почему и скажу совершенно в духе того время хорошо звучало географическая форма движения материи хотя вот есть так задуматься то здесь была глубокая идея потому что в самом деле происходят изменения географические которые в комплексе меняют облик нашей планеты правда же да но я просто вот что хотел уточнить несмотря на то что за этой идеей у этой идеи было несомненно здравое содержание мы должны все таки отметить что вот канонической формулой эта идея о географической форме движения материи так и не стало да как раз появилась еще такая методологическая серьезная проблема вот ведь фактически григорьев говорит о физико-географическом комплексе да а вот куда деть социально-экономический комплекс это одна наука физическая география экономика социально-экономическая география это разные виды и вот тогда начинает начали задуматься над тем что физическая география описывает в общем то вот именно физико-географические процессы которые происходят на нашей планете а с другой стороны экономическая география касается например, география сельского хозяйства, география расположения городов, это тоже целое направление, география населения, ну и так далее. То есть то, что связано с обществом, с человеком, с его деятельностью. И вот здесь оказывается, что происходит и пересечение, например, рассуждения, размышления, исследования тех же территориально-производственных комплексов. С одной стороны, это понятно, что совершенно социальное образование. А с другой стороны, ведь они возникали и строились именно там, где имели соответствующие географические условия и воздействовали на эти географические условия в конечном итоге. Но все-таки, да, мы говорим о их взаимосвязи, но то есть совершенно очевидно, что если говорить о тех, для кого география не основная специальность, то оказывается, что это слово, как минимум, употребляется в двух разных значениях. Мы сказали о том, что есть связь между, допустим, физической географией и экономической географией, и они пересекаются, их нельзя окончательно разделить, но то, что они разделены, это тоже достаточно важный момент. Все-таки оказалось, что география не монолитна и не едина. Да, и еще один момент. Вот видите, корреляционные связи в тех же территориально-производственных комплексах, они в какой-то мере воспроизводят те типы, которые существуют вот в самой природе, да, в географической среде. То есть вот это тоже заставляло как-то сблизить эти два крыла. А кроме того, вот еще тоже в 30-е же годы московский ученый Воронов Анатолий Григорьевич обратил внимание на то, что существуют науки, которые являются пограничными. Вот они и не совсем география, и не совсем биология. Например, биогеография появляется, да. То есть дело в том, что изучаются те же самые живые организмы в географической среде, но не ставится вопрос о сущности жизни. То есть это адапционный механизм исключительно в географической среде, и, в общем-то, он настаивает на том, что, и это оказалось тоже принятой точкой зрения, что биогеография это отдельная наука. Таких, собственно, если и не наук, то таких подразделов можно насчитать довольно много. С историей много пересечений есть, допустим... Палеогеография. Да, да, да. Или говорят этногеография. Этногеография, да. Это тоже такая дисциплина на стыке, да. Ну, и в конечном итоге в ту же самую географию вошел такой предмет, как, например, медицинская география, да. Вошел такой предмет, как страноведение, и вот это целый комплекс такие еще и пограничных дисциплин обнаруживается тоже здесь. Ну, и тогда, в общем-то, возникает еще один вопрос в связи с предметом, хотя это выделяется как особый вопрос. Это вопрос о том, вот, что такое пространство и время, как мы могли бы эти географические объекты вписать в представление, в концепцию пространстве и времени. Да, поскольку оказывается, что, собственно говоря, географии, в самом деле, довольно много. Да, да, да. Есть и экономические, есть физические, и действительно, собственно говоря, если там есть и социальные, и чисто природные факторы, да, с каким представлением пространства и времени надо подходить к описанию вот этого самого объекта. И вот, опять же, Геттнер, о котором мы уже упоминали, Альфред Геттнер, он, когда рассуждал о предмете географии, то он еще вот это территориальное, пространственное размещение объектов на поверхности начал связывать еще и с причинностью, то есть вот он ввел сюда еще понятие причинности, то есть объекты, которые появляются один после другого, да, то есть вот эти взаимосвязи появились. Ну и тогда рассматриваются некоторые комплексы, вот, допустим, пространственно- временные связи в какой-то области, в районе, в целой стране, в континенте, вот у него такая иерархия шла. И вот в те же 30-е годы, или чуть-чуть позже, к 40-ым годам, Константин Константинович Марков предложил свою концепцию. Видите, у нас как-то очень активно стала развиваться география именно вот в этот период, и, собственно, там были заложены, созданы некоторые институты, которые благополучно действуют и сейчас. Так вот, появилась у него концепция вот какая. Он заговорил о том, что, вообще говоря, в географии имеет место некоторым образом другое понимание, знаете, близко к реляционному. Он называл это метахронность. И метахронность в его представлении это вот что. Он считал, что поскольку пространство и время в географических, для географических объектов, для географической формы движения материи связаны, они неразрывные, то они протекают в разных регионах планеты по-разному. Природные объекты, то есть вот если гетнеровская идея была очень близка даже к Лебницу, то есть пространство и время тут сменяющие друг друга и объекты, находящиеся вот где-то один подле другого, то теперь обращается внимание на то, что объекты имеют свои пространственно- временные характеристики, вот именно в зависимости от того, как они существуют, образовались, имеют какую историю. И вообще говоря, вот можно пояснить это все на примере вот чего. Для нас существует представление о том, что есть северный полюс и южный полюс, и существует ледниковая зона там и там. Они образовались приблизительно в одно и то же время. А затем движение их развивалось совершенно по-разному. То есть северная зона постепенно распалась, вот там в Гренландии, на островах еще есть этот покров. А Антарктида, в общем-то, мало изменилась. Затем мы смотрим, как климат влияет. Вот это потепление когда происходит. На севере ледовые покрытия становятся меньше, тают льды и так далее. Что происходит при потеплении на юге? При потеплении на юге увеличивается количество осадков, а сам-то лед минус 57 градусов, поэтому количество осадков только увеличивает его массу. А вот когда становится холоднее, тогда осадков меньше, и он остается стабильным. То есть видите, разница существенная в протекании процессов. И время идет, там быстрее тогда получается, то есть быстрее сменяются события, быстрее сменяются состояния. Давайте это проговорим, потому что не хотелось бы, чтобы нас поняли в том смысле, что на северном полюсе или на южном стрелки часов двигаются по-разному. Да. Речь идет о географическом времени. Да, да, да. То есть речь идет о географическом времени. Имеется в виду, что географические процессы, такие как нарастание льда, собственно говоря, формирование ледников, их рост и уменьшение, идут с разной скоростью. И в этом смысле мы можем говорить о разном времени. Они вообще даже по-разному происходят. То есть это не физическое время, не то время, которое мы измеряем часами. Вы знаете, вот здесь тоже интересный момент. Ведь помните, говорил тот же самый Лебниц, что мы время можем считать сменой одного состояния другим. И вот здесь мы видим, что на севере быстро меняются состояния, значит, время быстренько идет. А в Антарктиде вот стоит физическое. То есть в данном случае мы просто говорим о времени не как какой-то данности, которая вне которой происходит или не происходит процесс, а здесь такой реляционный, в большей степени, подход. Совершенно верно. То есть, собственно, когда мы говорим о времени, мы говорим о большем количестве изменений. Да, да, да. Чем больше изменений происходит, тем, как на нашем языке, быстрее течет время. Течет время, географическое время. Да. Таким образом, оказывается, что, ну, может быть, на уровне метафор, мы можем выделить на уровне образов, да, мы можем выделить два подхода, такие же классической концепции пространства и времени, да, субстанциальную и реляционную, да. И в первом случае пространство и время будут однородны, да, они будут неизменны, и все эти процессы будут протекать в этом времени. В другом же случае, если мы будем ориентироваться на, собственно, сами процессы, которые происходят с разной скоростью, то мы будем говорить о разном времени, да, таким образом, в рамках одного пространства, да, географического, Земли, мы можем говорить о, видимо, разной скорости протекания этих или иных процессов. И не только. Фактически ведь у нас получаются комплексы пространственно-временные, да, то есть вот здесь релятивизм, можно сказать, торжествует, происходит вот такие вот группы, можно сказать, объектов, которые находятся в едином пространственном временном континууме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова